Внедорожники стали еще ближе. Если раньше поклонникам Митсубиси приходилось ездить за автомобилем и деталями для него в минеральные воды, то теперь этого делать не нужно. Северная Осетия – еще один регион на Кавказе, где, несмотря на общий экономический кризис, впервые открылся дилерский центр Митсубиси. Представители японской автокорпорации встречали осетинскими пирогами. Очень удобно, что уже не надо ехать за 200 километров, чтобы обслужить свою машину, купить запчасти. То есть человек уже и время экономит, и деньги экономит, и нервы свои экономит. У руководства серьезные планы. Как рассказал заместитель генерального директора представительства фирмы дилерского центра в регионе Алани Авто Герман Караев, персонал на 90% будет состоять из местного населения. Для начала планируется, что появится 40 рабочих мест. Открытие автосалона является убедительным доказательством того, что наш регион привлекательен для инвесторов. У всех производителей разная политика. Кто-то пытается избавиться от наличных расходов, кто-то пытается сэкономить, кто-то считает, что выгоднее уйти с российского рынка, потом через два года вернуться и опять строить сеть заново. Мы со стороны продаж считаем, что такая ситуация с нашим брендом не должна произойти. Почему? Потому что очень легко потерять партнеров, поэтому очень сложно скроить сеть. В этом году компания планирует не допустить ухода дилерских центров с рынка и по возможности даже увеличить их число. Открытие филиала во Владикавказе – еще один шаг не только к укреплению марки на российском рынке, но и к улучшению экономики нашего региона и всего Кавказа. Залина Губурова, отца Москочев, Осетия ТВ.